Добро пожаловать на канал Цвет настроения. 30 апреля 2023 года некогда популярный певец Андрей Губин отмечал 49 день рождения. Надо заметить, что в середине 90-х Губин считался одним из самых популярных артистов в стране. Однако певец уже около 20 лет не выступает, да и на публике появляется крайне редко. В одном из интервью Губин признался, что оставить сцену его вынудили проблемы со здоровьем. Певец утверждает, что уже много лет страдает из-за тяжелого заболевания. Первый альбом под названием «Я бомж» Андрей Губин выпустил, когда ему было всего 15 лет. Пластинка певца вышла тиражом 200 экземпляров. Его публичная деятельность началась в том же 89 году, когда еще юный Андрей начал работать в программе до 16 и старше. В начале 90-х Губин поступил в училище имени Гнесиных, но вскоре был отчислен из-за постоянных прогулов. Тем не менее, он продолжал заниматься творчеством, и его упорство было вознаграждено. В середине 90-х Губин стал главной звездой страны. Он сочинял один хит за другим, гастролировал по России, США и Европе. И казалось, что успех Андрея Губина будет вечным. Но через 10 лет артист впервые столкнулся с творческим кризисом. Надо заметить, что о своей личной жизни Андрей Губин никогда не распространялся. Но по прошествии времени можно с уверенностью сказать, что в отношениях с женщинами Губину категорически не везло. Один из первых хитов музыканта под названием «Лиза» как раз был посвящен нежному чувству к девушке по имени Елизавета Саутина. На тот момент Губину было 19 лет, а Саутины 17. Однако, как часто бывает, первая любовь заканчивается разочарованием. Пара рассталась через год совместной жизни. А когда артист был на пике славы, рядом с ним уже находилась девушка по имени Людмила Кабенко. Именно она вдохновила Андрея на создание таких хитов, как «Милая моя далеко птица» «Я знаю, ты знаешь». Людмила была участницей балета, с которым Губин выступал недолгое время. Эти отношения продлились около полутора лет, но так и не закончились свадьбой. В те годы Губина с головой накрыла популярность. Толпы поклонниц преследовали кумира. Губин признавался, что у него были романы с поклонницами, и особо настойчивых он пускал в свою квартиру. Но сам артист не чувствовал себя счастливым. Расставание с Людмилой далось ему сложно, и певец еще около трех лет не мог отвлечься от печальных мыслей. Тогда, чтобы избавиться от личных проблем, Андрей сосредоточился на творчестве, выпуская альбом за альбомом. В этот период ему приписывали романы с Ольгой Орловой, Татьяной Терешиной, Юлией Береттой и даже Жанной Фриске. Но сам Губин отрицал слухи о романтических отношениях с этими девушками и уверял, что между ними только профессиональные дружеские отношения. При святое дело появлялись слухи, что у Андрея есть проблемы в общении с противоположным полом. А уже в середине 2000-х у артиста начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось даже уйти со сцены. Губину был поставлен диагноз – левосторонняя прозаполгия лица, болезнь нервной системы, за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Я потратил на лечение 70 тысяч долларов, постоянно куда-то летал, проходил обследование. В итоге болезнь так и не победила до конца. Она до сих пор меня беспокоит, рассказывал Губин. А после нескольких лет борьбы с болезнью Андрея ждали новые потрясения. В 2007 году внезапно скончался его отец. В 2012 ушла из жизни мама. Музыкант тяжело переживал потерю. Он еще больше замкнулся в себе и окончательно погрузился в депрессию. После ухода со сцены Губин жил в основном на авторские гонорары. Вместе с тем артист занимался написанием песен для других исполнителей. Певец так и не женился, а в интервью признавался, что единственными близкими людьми остаются его младшая сестра Настя и племянник Андрей. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok